Меня зовут Дмитрий Платов. Я координатор сообщества блокчейн-разработчик Санкт-Петербурга. Мы проводим ежемесячные встречи, этапы, конференции с фокусом именно на разработку, на технический ответ, на создание криптопроектов, на блокчейне, на определенных реакциях. В основном, этой деятельностью я сейчас и занимаюсь. Спасибо. Есть микрофон. Добрый день, дамы и господа. Меня зовут Руслан Юсуфов. Я управляющий партнер компании Mindsme. Мы помогаем бизнесу понять, зачем блокчейн им нужен, который может помочь, и параллельно проводим исследовательскую и образовательную деятельность. Мы очень рады видеть много знакомых лиц. Спасибо. Добрый день, коллеги. Меня зовут Вальнавский Андрей. Получение в лаборатории финансового университета. Мы занимаемся как финансового университета ресурсом и обучением, по сути. У нас магистрская программа по блокчейну. Мы пытаемся прокачать ребят. И с другой стороны, мы исследуем блокчейн как явление, и в первую очередь, с точки зрения финтеха, с точки зрения развития финансового отрасли. Это является, наверное, нашим ключевым моментом. И плюс мы еще изучаем, пытаемся изучать крипту как финансовый актив. Вечер добрый. Меня зовут Егор Бугоенко. Я изучаю блокчейн, нахожу в нем ошибки, недостатки и создаю свое решение альтернативное, которое является тоже распределенной криптовалютой, но не на базе блокчейна. Оно называется ZOL. Мы как команда айтишников и программистов работаем над этим проектом уже почти год. Добились определенных успехов. Решение рабочее, работоспособное. Решает те же проблемы, которые и блокчейн вместе с биткоином и всеми остальными криптовалютами, но устраняет ряд недостатков, которые блокчейн имеет. Надеюсь, сегодня о них сможем поговорить. Спасибо большое. И тогда у меня первый вопрос. Но, как многие отмечают, или многим кажется, хайп, который был с SEO, с валютой, кто-то говорит сейчас, кто-то говорит, сдувается хайп. У меня задается вопрос к участникам. Согласны ли вы, что хайп сдувается, и что делали после хайпа? Следующая волна. Я соглашусь, что мы прошли уже тот самый пик. Всем известный кривой. И постепенно выходим на какую-то стабилизацию технологий. Но, тем не менее, не зря мы работали все эти несколько лет в нашем сообществе, сразу отмечу. Повышая квалификацию разработчиков, именно разработчиков. Потому что именно сейчас, наверное, интерес к представлению этим разработчикам рабочего места, да, и включение в какой-то проект, он, скорее всего, в ближайшее время возникнет повсеместно. Да, и те люди, которые столько трудились, чтобы изучить эту технологию, чтобы стать этим профессионалом, они обретут свою реализацию, смогут поучаствовать в очень интересных и отличных разработках и заграничных. Поэтому я думаю, что сейчас самое время не хайповать, а трудиться и продолжать искать реальные кейсы, применения технологий, участвовать в создании новых продуктов. Прошел хайп или нет, посмотрим. Даже если хайп прошел, блокчейн-то остался. Наверное, это хорошо, что такая токсичная пена сошла, и теперь можно говорить о технологии ее реальном применении. Прокривую замечательный был референ в сторону Гартнер хайпцикла, если я правильно понял, и мы видим, что блокчейн немножечко начинает сползать в долину разочарований, но при этом есть прям отдельный хайпцикл на тему блокчейн-технологии. Там хайп вокруг блокчейн только начинается, блокчейн только подбирается к вершине горы. И вот в следующем году и через год мы увидим, наверное, больше дискуссий вокруг применения блокчейна в отдельных индустриях. И вокруг каждой индустрии разные сроки выхода на платок продуктивности, совершенно разные решения, разные юзкейсы. И если обратиться к последним исследованиям, которые вокруг опросов тех людей, организаций, которые, собственно, занимались пилотами последние несколько лет, можно наблюдать очень хороший тренд в сторону выхода из стадии пилотов в стадию продакшн. Пока не очень много таких кейсов, но, наверное, на уровне 10-15% бизнесов по миру перешли от пилотов к внедрению процесса в бизнесе. Но при этом дискуссия становится более зрелой. И дискуссия, что важно, не только среди технических специалистов, дискуссия на уровне топ-менеджмента. Бизнес начинает осознавать, что блокчейн — это, собственно, не про криптовалюты и биткоин, а это технология, которую нужно правильно готовить и правильно применять, и не везде он применен. И дискуссия сейчас строится, а нужны ли нам смарт-контракты внутри организации. Когда проводятся опросы топ-менеджеров, оказывается, что абсолютное большинство считает, что смарт-контракты критичны для их организации. Блокчейн дает не просто какой-то набор возможностей в плане сокращения костов, ну вот все, что мы знаем вокруг этой прекрасной технологии. Очень многие боятся остаться за бортом. И конкуренция, потому что все вокруг этим занимаются, и у кого не спроси, в моей индустрии вроде бы все в это смотрят. Она тоже драйвит. Поэтому, я думаю, в следующий год, если вот этот и прошлый, они были вокруг ICO и крипты, в следующий год мы увидим в следующем году больше такой трезвой дискуссии и больше практических внедрений, а не теории. Спасибо большое. На самом деле, хайп абсолютно верно подмечено, что хайп, наверное, про технологию как таковую в целом в блокчейн, можно говорить о том, что он не спадает. Наверное, единственное, что мы соглашусь, что мы выходим на какое-то ровное состояние пока. Но я уверен, что ровное состояние возможно только в тот момент, когда технология начинает применяться глобально крупными корпорациями. Тогда технология начинает уже ровно развиваться, стабильно и без изменений. А единственное условие, при котором, мне так кажется, по крайней мере, при котором корпорации могут применять какую-то технологию, это ее регуляторная, условно назовем, дозволенность. Вот в настоящий момент понятно, что саму технологию регулировать в достаточно утопичный формат, но связанную с этой технологией явления токенов и так далее, они как раз очень увлекают много внимания. И в день как раз хайп у нас еще очень угасает. Закона проектов нет, в Госдуме бьются варианты. То есть хайп продолжается. Просто хайп идет по разным направлениям, по разным плоскостям, можно так сказать. И опять же, мы следим за нашими коллегами, которые занимаются всякими университетами, лабораториями, которые есть в университетах, и смотрим просто те направления, которые они исследуют. Здесь достаточно интересная статистика. Если еще год назад большинство лабораторий исследовали новые платформы, исследовали возможность применения технологий как таковой, возможность каких-то создания абсолютно новых прорывных и так далее решений, то сейчас все, ну опять же, не все, конечно, но 75% уже точно переходят на исследование применимости уже существующих решений, на исследование не чего-то нового, а на исследование того, как посредством сложившегося уже можно поменять существующее. И вот с этой точки зрения, опять же, мы приходим к следующей плоскости хайпа, изменения текущих процессов посредством внедренной технологии. Естественно, мы будем это видеть. Будет продолжаться дальше. Интересные мысли. Я бы хотел только задать вопрос самому себе или вас спросить, насколько мы хорошо понимаем термин хайп и как мы его чувствуем. Я для себя не вижу, например, его спада или, например, его роста и не ассоциирую его с ценой биткоина на рынке. То, что мы видим в цене биткоина, это не значит, что если он идет вниз, это не значит, что мы теряем интерес к технологии, на мой взгляд. И наоборот, если он идет вверх, это не значит, что технология нам более интересна. Я бы не ставил знак равенства между этими двумя процессами. Я смотрю со стороны техники. Я сам айтишник, девелопер, я смотрю изнутри этой технологии. Количество open source проектов в области блокчейна, я не вижу, чтобы оно падало, не вижу, чтобы оно снижало. Количество программистов, которые у нас работают в проекте, количество волонтеров, которые заинтересованы в распределенных технологиях. Потому что блокчейн – это одна из технологий в тренде распределенных вычислений, распределенного хранилия данных. Их количество растет. Количество людей заинтересованных, например, в получении оплаты за свою работу через криптовалюты, тоже в моей практике оно увеличивается, несмотря на все эти флуктуации ценой биткоина. Поэтому мне кажется, что говорить о том, что сейчас хайп прошел, или наоборот хайп был в прошлом году, когда цена биткоина была выше, мне кажется, это правильно ставить знак равенства. Технологически весь мир однозначно идет в сторону распределенных вычислений. Количество серверов, которые сейчас майнят, или количество айзиков, которые майнят биткоин, по-моему, около трех миллионов сейчас. Количество нодов биткоин-сети – больше девяти тысяч. Упало ли это число по сравнению с прошлым годом? Оно выросло. А говорит это о том, что мы потеряли хайп? Наверное, нет. Мы по-прежнему покупаем это оборудование, по-прежнему его число растет, по-прежнему в мире делается упор на создание этих распределенных сетей. Поэтому я против того, чтобы говорить, что хайп прошел. Идет постепенный, стабильный, на мой взгляд, рост интереса к распределенным вычислениям. Блокчейн – это как одна из технологий распределенного хранения данных, является пионером самой лидирующей технологии, и такой будет, на мой взгляд, долгое время еще осталось. Да, если можно, сразу вопрос. А вы ICO проводить будете? Ну, у нас коин, а не токен, поэтому мы ICO не собираемся проводить. У нас просто совершенно альтернативное решение блокчейну, вернее, биткоину. Поэтому у нас монета, которая на рынок выходит как монета, а не как токен. Это не как секьюрити токен. А что-то посоветовать тем, кто хочет или не хочет, зайти на ICO вы можете? То есть какое бы ваше напутствие на следующий 2019 год? Надо это делать, не надо, прошло это, не прошло. Правильно или неправильно? Ну, я думаю, я опять же ICO не проводил, но по анализу ICO-проектов, которые я вижу, вокруг меня я вижу, что существует огромный негативный такой налет вообще на рынке ICO. Потому что там огромное количество денег просто украдено фаундерами ICO-проектов. И большое количество денег, если не украдено, то потрачено неверно. И фактически ICO это такой некий Kickstarter, который существовал много лет до ICO. ICO, в общем-то, ничего такого как бы кардинально нового не придумала в области сбора денег, но предложила такой некий инструмент возврата денег инвестору, который не существовал до этого. Но Kickstarter мы имели уже 10 лет на рынке, и там это мошенничество присутствовало всегда, и эти истории существовали еще до появления этих токенов. Поэтому, к сожалению, я вижу негативный такой вокруг этого всего налет, и как это сказать, много негатива. Поэтому я бы совет посоветовал, чисто мой персональный совет, это воздержаться от ICO максимально, насколько это возможно, от этого термина, и собирать деньги, даже если от большого количества частных инвесторов, собирать каким-то способом без декларации ICO, на мой взгляд. Может что-то изменится в будущем, может мы вернемся к какой-то регуляции, к какому-то механизму контроля, потраченных этих денег, но пока это так. Какой у вас койный? Какой что? Какой у вас койный? Золт называется. Золт? Золт, да. И у меня тогда вопрос к разработчикам. Дмитрий, а зачем становиться получением разработчиков, будет ли больше в следующем году? И человек, который хочет стать получением разработчиков, будет присединиться к вашему сообществу, чтобы вы ему сказали, почему оно надо сделать? Ну, мне самому просто как разработчику интересны новые технологии, и я в свое время очень глубоко интересовался облачными технологиями, когда они были на пике, возможно, хайпа такого же, как и блокчейн. Мне удалось многое сделать именно в этом направлении. Облако сейчас уже, наверное, не так капитально, потому что большинство компаний и большинство корпораций, которые хотели идти в свое частное облако, они это уже сделали практически. Сейчас уже стабильно зарабатывают на этом. Сейчас в ходу, так сказать, блокчейн, и как новая технология, она тоже, конечно же, привлекает внимание разработчикам. Хочется освоить сначала эту технологию, потом хочется, чтобы сделать хотя бы такое на коленке, потом хочется сделать что-то уже профессиональное. Поэтому я, конечно же, как разработчик призываю тех, кто еще не пробовал, изучить и попробовать. А когда уже попробуете, тогда выяснится, насколько это ваше дело. Во-вторых, конечно же, блокчейн разработчик, как востребованная профессия, наверное, претендует на неплохое вознаграждение от компании. Ну а почему оно выслабовано? Кто потребится, собственно говоря, в учебных разработчиках? Ну, во-первых, это те же самые стартапы, которых, как уже говорили коллеги, сейчас достаточно много. И в этих стартапах, конечно же, уже оценивается уровень подготовки разработчика совершенно иначе. Не так, как это было в 2016, например, году, когда вот эти вот стартапы, прошедшие ICO, готовы были предложить совершенно сумасшедшие зарплаты, но не знали даже, как оценить, стоит ли этот человек, который к ним пришел на вакансию, стоит ли ему этот денег и вообще знает ли он что-нибудь в блокчейне. Вот, сейчас мы действительно уже начинаем выходить в такой период трезвости. Мы можем оценить качество готовых специалистов. Мы понимаем, что зарплаты уже достаточно спокойным, равновешенным. В принципе, зарплаты, наверное, сравнялись сейчас с университетами на популярных языках. Но все же они чуть-чуть выше. То есть архитектор, облачный архитектор, он может придавать многое для этого схвата. Не потому что хадьбы, а потому что их действительно очень мало. Я даже заметил такую тенденцию, что в 2017 году все ICO, все HR просто приходили на наши мероприятия, на встречи облачных разработчиков и занимались вот таким неприкрытым хантингом. Сейчас и компании, и Чаркинс, и Путинг Гайкнс, они немножечко подробно смотрят на этот же вопрос. То есть когда в компании возникает какой-то департамент подразумевания цифровой трансформации, то в первую очередь обращают внимание на свой собственный уже существующий ресурс. Многие поняли, что проще и, наверное, даже лучше просто переориентировать, переквалифицировать сотрудников уже действующих, уже манитых в своей компании, чем искать каких-то звездочек открытого департамента труда. Мне кажется, это тоже очень главный показатель, что технология в уровне ошибается, а насчет этого уровня мы можем видеть сейчас в Америке совершенно другого уровня. Спасибо. У меня тогда вопрос к Руслану. Руслан, ты много общаешься с корпорациями и создаешься на эти стратегии выхода на этот рынок. Ну, сам я, наверное, часто задаваю тебе вопрос, будут ли корпорации покупать биткоин, будешь ли ты это советовать им? И если не это, то что ты бы советовал по корпорациям, которые выходят на этот рынок? Ну, давай чуть-чуть издалека начну и, может быть, построим мост между предыдущим вопросом. Я вот сейчас думаю, а что травит действительно рынок блокчейн-разработчиков? Я видел такую интересную статистику. В этом году более 350 патентов по миру в области связанных с технологией блокчейн. К концу года ожидается порядка 1250 заявок и патентов. И лидирует всю эту историю Alibaba, IBM и, например, People's Bank of China. И второй тренд по всему миру, как во всех бизнес-школах и университетах, ключевых открываются программы, курсы по блокчейну. И они очень разные. Какие-то вот прям сильно математические картографии, а какие-то чисто фокус на бизнес. Зачем блокчейн можно применять для того, чтобы сократить косты, добавить дополнительное value для потребителей и так далее. И вот в какой-то момент несколько этих трендов, ну, они должны, наверное, друг друга усилить. Здесь как раз тот случай, когда один плюс один даже не два и не три, а гораздо больше. Потому что вот этот дополнительный экстра эффект энергетический, он будет большой. И, ну, что касается бизнеса, здесь, конечно, там это не в двух словах, но начинайте экспериментировать с блокчейном. И начинайте делать это сейчас и внутри, и войдите в консорциум обязательно, и в индустриальный консорциум. И пробуйте примерить блокчейн на себя. Вот еще интересная статистика. В банках в среднем 18 человек занимается блокчейном фруктами. В технологических стартапах 50 человек в среднем по миру. И мы сегодня живем в мире, который построен на технологических партнерствах. Если ты существуешь вне экосистемы, ну, очень сложно конкурировать, в какой-то момент станет невозможно конкурировать. И, ну, с одной стороны, вырастают стартапы, которые пытаются десантить существующие бизнес-модели, существующие подходы к тому, как живет бизнес в индустриях. И они вполне себе через год, через два, через три станут новым PayPal, eBay и так далее. При этом конкуренты традиционные, возьмите банковский сектор, в каждом банке сегодня есть песочница. В каждом банке происходит эксперимент. И если вы даже для себя не видите там каких-то возможностей или не ставите в приоритет блокчейн, вы будете вынуждены это делать, потому что в какой-то момент вы, ну, не то что технологически останетесь на обочине истории, а, на мой взгляд, блокчейн вынужденная мера, потому что все вокруг уже его для себя внедрили. И для того, чтобы общаться, для того, чтобы коммуницировать, для того, чтобы строить партнерство, придется научиться это делать, и придется интегрироваться. И в тот момент, когда вы чуть-чуть опоздаете как бизнес, а все вокруг уже построят новые технологические системы, может случиться ситуация, когда ваше банковское наследие, оно вот как тянулось, перфокарты там, потом DOS, потом... И если вот блокчейн не намазать сверху этого всего, просто получится, что нет интерфейса взаимодействия вот в этом новом мире, который построен исключительно на партнерство. Поэтому первое, что нужно сделать, это примерить на себя юзкейсы, как в вашем конкретном бизнесе блокчейн применяется по миру. Мы пока еще далеки, наверное, от формирования каких-то лучших практик, но вполне себе юзкейсы и пилоты по миру их можно найти применительно в любой индустрии. И даже в России уже есть очень хорошие, описанные и технические, и академические проекты. Поэтому стоит поинвестировать просто в понимание, как блокчейн применяется в вашей индустрии, какие есть сценарии. Дальше стоит поинвестировать 3-4 месяца в то, чтобы создать профофонсорт. И дальше, возможно, вы поймете, что это не для вас. Скорее всего, найдется какое-то количество сценариев, которые стоит пилотировать. И здесь обязательно нужно быть в комьюнити, нужно войти в консорциум, нужно понимать, почему один блокчейн вам подходит, а другой не подходит. Понимать разницу между открытыми и закрытыми архитектурами, ну и так далее. В общем, в это стоит просто начинать инвестировать и время, и деньги, и разработчикам обязательно свою карточку нанять, чтобы они архитектуру придут. Спасибо большое. И все же будут ли корпорации покупать биткоин? Будут ли корпорации покупать биткоин? Ну, ты меня ставишь в кипи просто такими сложными вопросами. Я больше из ребят, которые могут вот с лопатами разобраться, какие лопаты нужны. Но я очень плохо разбираюсь, как во времена золотой лихорадки добывать золото и где то месторождение. По лопатам с удовольствием проконсультирую, а копать или не копать – это дело каждого. Понятно. Андрей, тогда у меня вопрос к тебе по поводу того, что ты учишь людей блокчейну, а что ты считаешь будет ценным, и чему ты, собственно говоря, учишь людей, и почему это будет важно для них в будущем? Что же учит человек, который учит блокчейн? Естественно, светлыми красивыми. На самом деле у меня очень яркий образ. Руслан сказал перфокартой намазать сверху балучей, но стало страшно, если честно. Перфокартой сверху балучей размазаны. Жуть! Согласитесь, как-то так. На самом деле, чему мы учим? У нас вот эта наша программа, которая магистерская, она заключается в том, что мы, собственно, там и в прошлый раз обсуждали, действительно, как их назвать, архитекторы или проекты. Смысл, тот, который мы закладываем, заключается в том, что изначально финансовый университет, понятно, готовит сотрудников для финансового областа. И вот к тому, что у нас традиционно сложилось, мы добавили еще составляющие блокчейна, наверное, как технологии, как отдельные технологии. У нас есть еще программа по машине леониду, например. Но блокчейн, задача здесь для ребят, это знать о тех возможностях, которые технология дает. Это понимать, какие существуют платформы и какие платформы применимы в том или ином случае. По сути, уровень их умения кодинг, как кодировать, это в зависимости уже от конкретного человека. Но глобально мы хотим, чтобы эти люди выступали такими посредниками между теми, кто действительно занимается программированием и теми, кто, собственно, ставит задачи, конкретно связанные с отраслью финансовую. Вот приблизительно вот такую прокладку, наверное, мы пытаемся сделать. Много учиться людей вообще? Это первый год, она вообще первая в России, 12 человек ребят у нас есть. Но я могу сказать так, что уже сейчас ребята учатся с сентября, то есть два месяца, уже приходят запросы на этих ребят. Я могу сказать так, что, наверное, это будут самые дорогие выпускники, которые будут через два года. Ну и последний вопрос. В чем будущая технологическая блокчерность, как вы его видите? Да, я хотел немного прокомментировать, потому что я услышал то, что я вижу на рынке. Мне кажется, что часто люди не понимают, что происходит внутри этого блокчейна, о чем эта технология и для чего она нужна. И действительно пытаются намазать ее на все перфокарты, которые у них есть, при этом считая, что блокчейн это некий такой интернет 2.0. Вчера у нас был интернет, потом у нас были мобильные телефоны, а сейчас у нас блокчейн. Блокчейн это значительно более мелкая технология, чем мы себе ее во многом часто представляем. Это не панацея от всех бед, это не замена перфокарты или там больших серверов в банках. Это всего лишь, если можно сказать, всего лишь в данном случае, всего лишь технология распределенного хранения данных на анонимных серверах, на серверах с нулевым доверием. В большом количестве случаев, где я слышу, что предлагается или предлагается использовать блокчейн, он на самом деле не нужен. То есть я не понимаю, может быть это что-то изменится в будущем, но в настоящий момент я не понимаю многих ситуаций, когда предлагается его использовать, например, внутри одного банка, или внутри одной организации, или между двумя организациями. Когда есть небольшое закрытое пространство хранения данных, например, есть банки, внутри этого банка есть десяток серверов, раньше они использовали Oracle для хранения базы данных, раньше они использовали файлы для хранения базы данных. Завтра им говорят, что давайте перейдем на блокчейн, потому что это хорошая технология. Она не нужна им в этом случае. Блокчейн нужен тогда, когда есть огромное количество серверов, каждому из них есть нулевое доверие. То есть мы предполагаем воровство или изменение информации на любом случайно выбранном сервере, и нам нужно обеспечить целостность данных на всех этих серверах. Такая задача нужна, на мой взгляд, в единичных случаях в рамках масштаба планеты. В единичных случаях, например, с целью реализации валюты как платежного средства между миллионами участников. В этом случае имеет смысл использовать блокчейн, когда нужно огромное количество серверов. На мой взгляд, блокчейн, вот этот вот хайп в области непонимания, что это такое, и попытки прилепить его к любому технологическому решению, там, где мы вчера лепили мобильные телефоны или интернет, теперь мы говорим блокчейн. Он пройдет, действительно. Мы охладеем, остынем, поймем, что он нужен в реально небольшом количестве случаев, и количество программистов, которые нужны будут, блокчейн программистов, оно резко снизится. Я думаю, что вот в этой области хайп должен пройти, потому что не нужно нам такое количество блокчейн программистов. Посмотрите на Bitcoin Core, посмотрите на Bitcoin GitHub репозиторий. Там десяток контрибьюторов или несколько десятков контрибьюторов. Это люди, которые создают, собственно, Bitcoin блокчейн. Посмотрите, сколько контрибьюторов в эфире. Это тоже десятки людей, это не тысячи людей. Зачем нам иметь по всему миру в каждой компании, как было сказано, по 15 программистов блокчейн программистов? Что они там будут делать? У нас есть эфир, его нужно скопировать, установить, если он так уж локально нужен. Но он не нужен локально. В большинстве случаев он будет не нужен. Блокчейн – это будет нишевая технология для решения нишевых задач. Одна из этих нишевых задач – это глобальная криптовалюта. Из-за своей глобальности оказалось, что об блокчейне узнали все. Через несколько лет о нем забудут все эти люди, многие люди, которые сейчас считают его каким-то принципиально новым решением, аналогичным интернету или мобильному телефону. Так я вижу это как те же. Если кто-то из участников согласен, я предлагаю высказаться. Можно тогда вопрос? Мне во что переименовывалось? У меня в блокчейн лаборатории… ДЛТ. ДЛТ лаборатория? Да. У меня называется «Блокчейн лаборатория». Через два года блокчейн будет не нужен, а через два года закроется моя лаборатория в мере того, что название какое-то не такое. Может быть… Тогда какое название мне переходить, скажем так? Распределенные реестры как таковые. Это, кстати, действительно вопрос. Это действительно практический вопрос, потому что действительно уже много убийц блокчейна как такового. Вот если вы говорите о том, что технология эта станет бесполезной в таком массовом масштабе, она, по-моему, еще и не начала-то применяться. То есть она, в моем представлении, не родившись, уже и умерла. Вот это, конечно, грустно. Но если все-таки вы видите, что, наверное, произойдет какая-то трансформация, а не просто смерть, тогда хотя бы спросите, как обозваться? То есть я по-другому сформулирую. Ну, опять же скажу, может быть, даже придется закрыть лабораторию, возможно, потому что сайт пройдет, и людям просто не нужно будет изучать блокчейн. Я поэтому хочу переназваться. Да, нужно как-то поменяться. Возможно, ну не возможно, а точно. Будет идти тренд в области распределенных вычислений, распределенных систем хранения и обработки данных. Это будет однозначно не только блокчейн, потому что, опять же, блокчейн – это одно из решений. Появятся другие решения по распределенной обработке данных и хранению. Появятся какие-то более-менее научные работы в этой области. Появится какая-то научная база под этим. Сейчас пока у нас есть курс биткоина и какие-то статьи вокруг вот этого созданного одного из продуктов. В будущем будет, наверное, посложнее, я так думаю. Но насколько, опять же, я возвращаюсь к вопросу, насколько это будет нужно в массовом рынке, я не уверен, что каждому банку или каждой корпорации нужны будут распределенные вычисления. Зачем, например, корпорации, ну я не знаю, корпорации, там, торговой сети «пятерочка», зачем ей распределенное хранение данных? У них есть прекрасные, там, три десятка серверов или пять десятков серверов. Им не нужно распределять между анонимными серверами с нулевым доверием. У них все хорошо с доверием. У них на каждом сервере сидит администратор сервера. Ему платится заплата, сервер включен в розетку, мы знаем, где он находится. В сети магазинов «пятерочка» не нужны распределенные вычисления. Не нужны. Поэтому, кто придет к вам, какие у вас будут студенты в лаборатории. Если бы у вас лаборатория находилась в Стэнфорде, наверное, да, к вам бы пришли те, кто планирует изменить образ нашей планеты и принести на нашу планету новые глобальные распределенные решения. Много ли нужно будет таких лабораторий, где будут учиться люди, меняющие облик планеты технологической? Я не знаю. Но однозначно к вам перестанут ходить, как, наверное, сейчас ходят менеджеры или архитекторы из «пятерочек». Я никак не ассоциирован с «пятерочкой», я это привел как пример. Возьмите другую любую крупную корпорацию на российском рынке. Сеть супермаркетов, сеть магазинов, нефтедобывающая компания. Зачем «Газпрому» распределенные вычисления? Нет такой необходимости. Там блокчейн неприменим, он не имеет там смысла. Там все сервера имеют номера, лицевые номера, они стоят на учете, они включены в совершенно понятные розетки. Там блокчейн неприменим. Хотя сейчас так кажется, что вроде бы давайте и «Газпром» приглашать в наши конференции, им тоже нужен будет блокчейн. Я не понимаю зачем. Ну, платформа. Я спросил тебе, можно? А зачем ты тогда вот это все делаешь в рамках Киеви? Да, я об этом подумал. Единственное, что вы решили Руслан, я бы предложил это сделать. Мне очень сложно сейчас просто как-то или оппонировать. Я попробую, как в данном случае, наверное, самое правильное, опереться на плечи Титана. Вот в ЭФ, например, Всемирный экономический форум, есть такая очень популярная цифра – 10%. Пару лет назад они заявили, что 10% мирового ОВП через 10 лет будет на блокчейне. Это первая цифра. Вторая – банки в ближайшие несколько лет смогут сэкономить 15-20 миллиардов долларов, используя блокчейн на костах. Третья – к 2022 году 11 миллиардов долларов будет ежегодно тратиться на блокчейн. Это вот всякие разные великие аналитики – Accenture, Bain, Gartner. Такие цифры выдают. И что еще я хотел сказать? А биткоин-то надо покупать? Биткоин. Ты меня зря сейчас с этим вопросом мастеровал. Он придерживается теперь. Все будут задавать, а у меня ответов нет. А что касается пятерочки? Вот что я хотел сказать. Если вдруг пятерочки здесь присутствуют, мы бесплатно проконсультируем вас, как вам блокчейн можно внедрить. Потому что в ритейле и во всем, что связано с supply chain, есть огромное количество юзкейсов, которые позволяют не только за счет… Ну, это, во-первых, не про хранение, это про транзакции. В первую очередь, это про взаимодействие большого количества… Ну, то есть, это не про номерные сервера, которые блокчейн может заменить и сделать какую-то глобальную историю. Это вполне понятные процессы внутри бизнеса, которые можно улучшить, ускорить, сократить время проводки. Ну, в общем, здесь есть многообразие разных сценариев, на которых стоит подумать. Да, и в целом, ну, вот мне очень хочется услышать ответ на вопрос, зачем Алексея тут заниматься. Потому что Алексея я воспринимаю как человек умного, интеллектуального, и во многом на него равняюсь. И поэтому, может, мы действительно затупили, извините, самый французский… Я, извиняюсь, считаю это перспективным направлением, которое существенно повлияет на нашу жизнь каждый день, но которое инфраструктурно очень сложно у нас создается. Потому что для того, чтобы создать распределенную сеть, нужно продать… Либо нужно, чтобы не был очень сильный интерес, какой он был к биткоину и всем сетям, которые, во мне, эти интересы стали большими, либо нужна какая-то очень большая проблема экономическая и техническая, которые нужно решить, потому что такая сеть возникла. И поэтому инфраструктура в этом не просто возникает. Поэтому сейчас трудно понять ее ценность. И все же я хотел бы Дмитрию, по-моему, высказаться, потому что он тоже хотел ответить на этот вопрос. Ну, я тоже, как остальные участники, хотел вернуться к истории, а именно к кейсу с всем известным о нас Nokia и Apple. То есть мы сейчас тоже возвращаемся к этому же вопросу, к этой же конкуренции. Потому что в какой-то момент казалось, что мобильный телефон Nokia за ним стоит будущее, а потом оказалось, что появилась какая-то компания, которая совершенно иначе с нами задает вопрос. Также, наверное, и с блокчейном. Мы сейчас с вами предполагаем, и учитывая то, что сказал мой коллега, что есть еще и политические агентства, которые предсказывают будущее блокчейна, несмотря на все это, мы можем, просто сейчас даже не догадываться, какой стороной блокчейн там повернется. Вот и сейчас есть разработки, где блокчейн связан довольно тесно с искусственным интеллектом, а блокчейн связан с интернетом вещей. Я думаю, что именно эти два направления, они очень сильно вообще ландшафт технологии изменят. А может быть, даже искусственный интеллект начнет за нас. Думаю, зачем он нужен этот блокчейн интерфокат? Спасибо большое. У нас, к сожалению, на вопрос уже не остается времени, но я надеюсь, что все участники панели останутся сзади и, может быть, у вас вопросы какие-то не хочется задать. Спасибо большое за дискуссию. Спасибо большое. Надеюсь, что вы поймете сверху.